Всем привет! Вы на канале «Записка Архивариуса», и сегодня мы продолжаем чтение книги «Верим в Тампу» полной истории, «Тампо Бэйлайтинг», и приступаем к главе номер 3, которая называется «Летний призыв». Это глава самая большая во всей книге, ну или одна из самых больших. Поэтому видео будет длинным, настроитесь на позитивный лад и длительное прослушивание. Вот здесь вот будут картиночки, которые будут иллюстрировать происходящее. Ну и поехали. Итак, глава номер 3, «Летний призыв». Правила драфта расширения были, мягко говоря, неблаголословными к вступающим в лигу клубам. По сути, НХЛ создавала откровенных мальчиков для битья, установив такие правила драфта, что выбирать было попросту не из кого. 21 команда из 22 должна была представить защищенный список из двух вратарей 14 полевых игроков, которых «Тампо» и «Оттава» не могли выбирать. Любого игрока, не попавшего в этот список, можно было забрать. Молнии и «Сенаторы» могли выбрать из каждой команды по одному игроку. Еще одним условием драфта было то, что как минимум один из незащищенных вратарей должен иметь как минимум один матч, проведенный в НХЛ. Сан-Хосе, которые вступили в лигу годом ранее, от участия в драфте расширения освобождались. Понимая структуру заявки команды НХЛ на матч, которая по умолчанию состоит из четырех троек нападения – 12 человек, трех пар защитников – 6 человек и двух вратарей, несложно понять, насколько были ограничены условия. С различными вариантами «Старожилы» могли защитить обоих вратарей, пятерых из шестерых ведущих защитников и три полных троек нападения. Иными словами, «Тампио» получила шанс всей жизни комплектовать свой состав из третьих вратарей, самых слабых защитников и игроков четвертых троек нападения. Причем еще и делить этот богатый улов на двоих. В качестве компенсации клубы-новички получили право первых выборов на дополнительном драфте и драфте новичков. «Тампи» достался первый выбор, «Отаве» второй. На драфте расширения порядок был обратный. «Отава» выбирала первый, «Тампа» второй. Мало того, что драфт расширения был изначально несправедлив к новичкам, так еще и команда, узнав его правила, провели ряд мероприятий по минимизации возможных потерь. Особняком стоят два знанимательных эпизода. «Чикаго Блэк Хокс», чтобы сохранить Эда Белфора, Доминика Гашика и Джимми Уэйта, 10 марта 1992 года заявила на игру голкипера Рэй Лебланка. Он пропустил в той игре одну шайбу, «Чикаго» выиграла 5-1, и это оказался единственным матчем его карьеры в НХЛ. Именно он оказался незащищенным в списке от «Чикаго». Аналогичный Фиднг со второй попытки провернул Вашингтон. Специально для драфта расширения он подписал контракт с 40-летним голкипером Берни Вульфи, последний матч которого пришелся аж на 1979 год. Президент Михаил Джо Зиглер вызвал генерального менеджера столичных Дэйва Пойла на ковер, потребовав объяснить этот ход. Не желая рисковать, Пойл подписал контракт с другим голкипером, находившимся в статусе свободного агента – Стивом Уиксом. Главным по всем драфтам стал Тони Эспозита, хотя в целом все контролировал его старший брат. По воспоминаниям Фила, перед драфтом расширения они в десятером. Фил, Тони, глава Скаутской службы Джон Чепман и 7 работников Скаутской службы несколько дней подряд запирались в гостиничном номере и проводили симуляцию драфта, чтобы выбрать стратегию набора. Списков игроков, которые были доступны для выбора, еще не было. Он был представлен командой только вечером 16 июня. Таким образом, на фактическую подготовку к драфту у них был только один день – 17 июня. Поэтому для того, чтобы провести такую симуляцию, необходимо было сначала влезть в шкуру и мозг 21 генерального менеджера, чтобы с той или иной степенью вероятности предложить предположить, какие игроки были доступны для выбора. По словам Эспозита, они предсказали список доступных к выбору игроков на 99%. Мы рассказывали по номеру, драфтовали игроков и обсуждали их. Выбрав 11-12 хоккеистов, скауты говорили «все, тут больше некого драфтовать». «Хватит ныть, парни, вот что вам доступно, выбирать придется из этого», – отвечал я. Затем менял местами менеджеров команды, скаутов, и мы проходили все сначала. Ребята странали, мол, блин, опять Фил, а я настаивал «да, давайте еще раз». Непосредственно перед драфтом расширения Эспозита, обладавшим общим первым выбором на драфте новичков, пытался обменять его на хорошего вратаря, а выборы во втором-третьем раунде – на неплохих полевых игроков. Безуспешно. 18 июня наступило, а у Молнии по-прежнему не было игроков. После того, как Атава объявила своего первого игрока, стал голкипер Петер Сидоркович из Харфорда, пришла очередь Филу Эспозита вписывать на странице клубной истории имя первого официального игрока Молнии. В конце концов, кто-то же должен был быть первым. Не вызывает особого удивления, что именно Уэндал Янг стал таковым – самым первым игроком, официально ставшим игроком вновь созданной команды. Потому что так сложилось, что Янг, голкипер, по общему признанию, был игроком не самого высокого класса, а другие, как мы обсуждали выше на драфте, не были доступны. С ограниченным потенциалом, но всегда оставался в нужном месте в нужное время, чтобы войти в историю. К моменту драфта расширения Янг уже обладал уникальным для вратаря набором чемпионских титулов. Он дважды побеждал в розыгрыше мемориального кубка, трофей выручая ему лучшей командой канадского юниорского хоккея, в кубике Колдора в составе Херши Бирс, это американская хоккейная лига, в 1988 году, и дважды в кубке Стэнли в составе Питсбурга в 1991 и 1992 года. «Да, я всегда оказывался в нужном месте и в нужное время», говорит Янг. «Я всегда говорю людям, что мне, наверное, следовало бы покупать лотерейные билеты, и я бы был миллионером. Мне повезло, что я, не имея особого таланта, каждый раз оказывался в чемпионских командах». Прежде чем присоединиться к «Молнии», Янг за последние два сезона провел лишь 18 матчей в НХЛ и ни единого матча в плей-офф. В обоих чемпионских сезонах «Пингвинов» в начале 90-х именно он сидел на лавке запасных за спиной Тома Бараса, что, по правилам НХЛ, делает его обладателем обоих кубок Стэнли, забоеванных Марио Ремье и Оз Витой. По окончании сезона 91-92 Янг получил второй подряд перстень за победу в Кубке Стэнли и готовился сменить команду на одну из двух выступающих в НХЛ со следующего сезона – «Сенатора» Тавы или «Молнии» из Тампа Бэй. Почему-то я был уверен, что подуманно в Тампе, в Тампу вспоминает Янг. Я был знаком с Тони Эспозита, ассистентом и братом генерального менеджера команды Фила. Именно Тони пригласил меня в Питтсбург, когда был там генеральным менеджером. Так что у меня уже был успешный опыт работы с руководством новой организации. Его ожидания подтвердились, когда Фил Эспозита назвал его имя самым первым при выборе на драфте расширения. Таким образом, Янг стал самым первым игроком в истории клуба. «Янг – это парень, которого вы всегда хотите видеть в своей раздевалке из-за его характера», сказал известный телевизионный аналитик Дон Чей, когда выбор Эспозита был анонсирован. Они выбрали его в первую очередь из-за характера и человеческие качества, нежели чем за его таланты. Известие о том, что он стал игроком «Молнии» дошло до Янга в Диснейленде в Орландо, куда он специально приехал с женой Полой и детьми. Ожидая, что его выберут именно братья Эспозита. Так, образно говоря, он покинул один парк приключений и сразу попал во второй. В конце концов, он покидал команду, которая выиграла два подряд Кубка Стэнли. Но при этом Янг понимал, что молодой состав Тампы, собранный с миру по нитке, дает ему больше шансов, чем привычное доминирование Тома Бараса в Питтсбурге. «Наверное, это интересно», – смена обстановки рассказал после выбора Янг газеты «Сент-Петербург Таймс. У меня теперь не будет суперзвезд, с которыми я привык играть. Очень многие вещи будут теперь другими. Насколько все будет другими, он понял, когда в первый раз увидел здание, в котором будет играть в первом сезоне, в истории Тампы Банхайл. В первый раз, когда я увидел это здание, я подумал, насколько оно маленькое. Просто стены и трибуны, и больше ничего, смеется Янг. Какой хоккей? Единственное, для чего годилось это здание, для всадника на быке, прыгающего между трибунами. Вторым после Янга игроком Тампы стал также вратарь. Из Монреаля был взят голкипер Фредерик Шабо. Ему также выпала честь навечно войти в клубную историю. Причем сразу в двух номинациях – одной официальной, и второй неформальной – болельщицкой. Сразу после окончания драфта Шабо был обменен. Обратно в Монреаль, клуб из которого он был взят на драфте, став таким образом первым в истории команды, официально обмененным из команды игроком. Соответственно, официальным первым игроком в истории клуба, полученным в результате обмена, стал Жан-Клод Берджерон, также голкипер. Помимо этого, Шабо стал первым членом своеобразного клуба «Легенд», список которого болельщики команды начали вести существенно позже. Это так называемый список «не забудем, не простим». В этот список входят игроки, которые в силу специфики бизнеса НХЛ пробыли игроками «Молнии» не более одних суток. Следом за вратарями прошла очередь игроков обороны. Первым защитником «Молнии» стал Джо Рики из Нью-Йорк Айлендерс. Следом за ним были выиграны Шон Чемберс, Вашингтон, Питер Таглианетти, Питтсбург, Боб МакГилл, Детройт, Джефф Блумберг, Нью-Йорк Айлендерс, Даг Кроссман, Кубек Нордикс и Роб Рэмидж, Миннесота. Рики и Чемберс, хотя еще не преодолели отметку в 30 прожитых лет на планете Земля, к тому моменту считались отвоработанным материалом. Если Рики за 7 проведенных в НХЛ лет чередовал игру в основе с длительной массивной схемейкой запасных и отправкой в фармклубе, то на Чемберсе поставили жирные кресла из-за тяжелой травмы, из-за которой он провел в сезоне 1991-1992 всего лишь две игры в НХЛ. Отступление от книги Шону Чемберсу в составе Тампе в игрушке компьютерной НХЛ-92 принадлежит бечный рекорд всей серии компьютерных игр от eSports. Это единственный игрок, который за всю серию игр НХЛ от eSports имел общий показатель равный 1. Самый минимально возможный. То есть ни в одной больше другой игре от eSports ни у кого не было настолько низкого показателя. Самый низкий показатель потом дальше в дальнейших играх там был, по-моему, порядка 20, что ли, или так далее. У Чемберса была единица. Единственный игрок в истории НХЛ от eSports. Остальные игроки обороны относились к клубу те, кому за 30. И сразу уточним, забегая вперед, что никто из них не провел в профессиональном хоккее более 4 сезонов после того, как они были выбраны молнией. Еще один бесполезный с точки зрения нашей истории, но интересный для общего развития факт. Роб Прэмидж известен тем, что он был выбран под первым номером на драфте новичков в 1979 года. И этот пик является, наверное, самым главным сослагательным наклонением, если бы, в истории Национальной хоккейной лиги. Злые языки говорят, что в сезоне 1978-79 Colorado Rockies была такая команда, которая в период с 1974 по 1976 базировалась в Канзасе и называлась Kansas City Scouts, прежде чем переехать в Колорадо. Злые языки говорили, что специально Колорадо играла на понижение, чтобы занять последнее место на в НХЛ, гарантировавшее право первого выбора на драфте новичков. Если это правда, то их план удался. Но цели свои они так и не достигли. В тот год состоялось объединение НХЛ и Всемирной хоккейной ассоциации ВХА. Одним из условий объединения, а точнее поглощения, было то, что игроки в возрасте до 18 лет, имевшие контракт с клубами ВХА, что было разрешено правилам этой лиги, должны были пройти через драфт новичков НХЛ на равной со всеми. Именно в погоне за одним из таких игроков Колорадо и стремился к последнему месту. Но у Эдмонтона Нойлера был хитрый владелец Питер Поклингтон. Именно лично с Поклингтон, а не с Эдмонтоном, был заключен в контакт у Эйна Грецки. И это уже выходило за рямки договоренностей объединения двух риг. В итоге Эдмонтон остался с незадрафтованным Грецки, а Колорадо и Роккес были вынуждены выбирать кого-то другого. Стоит отметить, что выбрав в итоге Рэмиджа, Роккес все равно жутко промахнулись, поскольку тот драфт и по сей день считается сильнейшим в истории. На нем было выбрано сразу пять будущих членов зала с хоккейной славой. Так вот, если бы Грецкий был доступен на том драфте, история НХЛ сражилась бы, скорее всего, абсолютно иначе. Мы бы не увидели команды династии в Эдмонтоне. Мы бы не увидели команды Нинджерси Дэвилс, поскольку именно в Нинджерси Дэвилс была вынуждена переехать команда из Колорадо, устав прозябать на дне таблицы. С Грецкой бы этого уже вряд ли случилось. И, скорее всего, мы бы не увидели ряд рекордов самого Грецки, потому что не будем забывать, какие партнеры его окружали в Эдмонтоне. Вряд ли в Колорадо у него были бы похожие. Колорадо был вынужден выбирать Рома Рэммиджа, и спустя 13 лет Рома Рэммидж стал одним из первых игроков в истории Тампы. Еще интересное про Рэммиджа. Он стал фактическим автором первого гола в истории НХЛ, который был записан на счет вратаря. Как известно, в НХЛ нет автоголов. Шайба, пересекшая Леночку ворот, сосписывается насчет игрока, последнего ее коснувшегося. В матче Колорадо-Роккес и Нью-Йорк-Айлендерс, когда Колорадо снял вратаря пошло на штурм врата Ставитян в шестером, голкибер последних, Билли Смит, отразил шайбу в угол площадки. Шайбой завладел Рэммидж и попытался сделать передачу на синюю линию под бросок защитника. Беда была в том, что защитником был он сам, поэтому на месте, куда был направлен пас, никого не оказалось. Минув все зоны, шайба влетела в ворота Колорадо. Последним игроком Айлендерска, с которой коснулся шайбы, был Билли Смит. В общем, Ро Брэммидж был легендарной личностью. После защитников пришел черед нападающих. Первым из таковых стал центрофорвард Сен-Луиса Мишель Монгол. На руне НХЛ он не провел ни одного полного сезона. Максимум 36 игр за один регулярный чемпионат. Зато на уровне фарнклубов он постоянно был в числе лучших в бомбардирах. В юниорах и вовсе набирал более двух очков за игру в среднем. В целом, расчет Тони Эспозита на то, что он сможет перенести своего качества игры в младших ликах на уровне высшем, не оправдался. В составе Тампа он провел четыре игры, забил гол и сделал одну передачу. Но все-таки хотелось бы обратить на этого первого в истории команды форварда по одной причине. Если вам, глубоко уважаемый читатель, выпала честь стать болельщиком Тампа, вы, наверное, поймете все сразу. Если нет, просто обратите на это внимание, как на первый признак своеобразной тенденции. Рост Монгоса стрелял 175 сантиметров. Он никогда не был задрафтован клубом НХЛ. Первый официальный игрок на позиции нападающего в истории хоккейной команды из Тампа. В 2010 году Мишель Монгос кончался от рака. Следующего форварда, пополнившего ряды Тампа, в материала об истории клуба пера русскоязычного болельщика Молнии также нельзя обойти вниманием. По 22 номерам на драфте расширения был выбран первый русский хоккеист в истории Тампа. Им стал бывший московский «Динамовец» Аванхайл, игрок Эдмонтона Анатолий Семенов. По окончании драфта Молния несколько дней не могла связаться с Семеновым и сообщить ему о переходе. Он отдыхал в Москве и не отвечал на звонки. Когда дозвониться наконец удалось, на другом конце провода прозвучал странный ответ. Тампа? Нет, я играю за Эдмонтон. И хоккеист повесил трубку. Через агента Анатолий узнал об итогах драфта расширения и с ним подписали контракт на 4 года общей суммой полтора миллиона долларов. На момент подписания контракта он стал самым высокооплачиваемым нападающим в команде. Испозиция сжала от него по 30 шайб за регулярный чемпионат. После техничного Семенова последовали мышцы. Майк Хартман из Виннипега и Безил Макрей из Миннесоты. По 28 номерам на драфте расширения Фил Эспозито выбирает очередного невысокого, 1780 см роста, нападающего из Нью-Йорка Алендерс, Роба Димая. По 30-м Стива Мальте из Квебека. 32-й Дэн Винсилет из Чикаго. По 34-м номерам на драфте расширения братья Эспозито берут нападающего оборонительного плана Тима Бергланда из Вашингтона. Наконец, доходит очередь и до 36-го выбора. Всего на две команды 42 выбора на драфте расширения. Таким образом, до его окончания остается назвать всего 6 игроков, которые смеют команду либо на Тампу, либо на Оттаву. Тони Эспозито называет имя очередного невысокого, 178 см нападающего, предыдущие два сезона проведшего в Торонто. Центрофорварду 27 лет. Его зовут Брайан Ричард Уолтер Брэдли. Тут в книге, на самом деле, очень большая биография Брайана Брэдли изложена. Я ее не буду зачитывать, потому что на канале есть видео о биографии Брайана Брэдли. Вот здесь будет ссылочка и в описании тоже. Поэтому вот эту страницу, практически его биографии, я просто пропущу, чтобы, по сути, не плодить сущности. Желающие почитать это в книге могут почитать в главе, именно почитать и не послушать. Тоже ссылочка будет внизу. А я продолжу читать книгу уже после книги была расписана биография Брайана Брэдли. Фил Эспозита был против того, чтобы брать Брэдли в команду. Причина все та же. Низкий рост. Маленькие габариты. Плюс история различных травм. Однако Тони Эспозита настоял на выборе Брэдли, указывая, что у него самое лучшее катание из всех доступных игроков, и он является умным игроком с правильным чувством игры. Фил, мы в конференции Кэмпбелла, а здесь гораздо важнее катание, чем габарита. А этот парень катается слишком хорошо, чтобы его не замечать, сказал Тони. Фил в своей книге в итоге был вынужден признать правильность выбора. Хотя и не приму добавить. Хотя, вынужден заметить, он отвратительно играл на вбрасываниях. Я спокойно у него их выигрывал, а мне ведь уже полтинник был. Сам Брэдли спустя много лет в интервью в честь 20-летней команды сказал, я понимал, что меня выберут на драфте расширения, и понимал, что вероятность 50 на 50, что я попаду либо в Тампо, либо в Оттаву. Я молился, чтобы это была Тампо, поскольку я всю жизнь играл в Канаде. И вот мне говорят, Брайан, тебя выбрали на драфте расширения, тебя выбрала Оттава. Я расстроился, ну почему всегда Канада? Ну, может быть, в следующий раз это будет клуб Бекон или Монреаль. А потом парень говорит, ой, извини, я ошибся, на самом деле я тебя взяла Тампо. Я сразу просиял. Следующим после Брэдли громовержцем стал Кит Осборн из все того же Торонто. Тут тоже стоит притормозить, но не из-за личности Осборна, карьера которого в НХЛ ограничилась всего 16 играми, один из них в составе «Молния», а из-за употребленного мной термином «громовержцем». Тут, наверное, следует забегать очень сильно вперед и сделать свое первое личное отступление и рассказать историю из серии «Я и Тампо». Я обещал, что периодически буду вынужден на такие моменты отвлекаться, и в данном случае это будет первый такой раз. Дело в том, что термин «громовержца» по отношению к игрокам Тампо впервые в русскоязычном написании употребил ваш покорный слуга. Примерно в 2001-2002 году при переводе одной из статей в команде для российского фан-клуба, а также для ресурса МХЛРУ. Впоследствии его периодически использовали в отношении Тампо уже такие уважаемые издания, как «Советский спорт» и «Спорт-экспресс». Возникло это русскоязычное прозвище, как обычно, из-за сложности перевода. Конкретно, из-за трудности перевода на русский язык англоязычного прозвища команды «болтс». Ну, как, скажите, на минус это реально перевести? С одной стороны, «болт» — это, собственно говоря, болт. Метис. С метрической резьбой. С другой стороны, в контексте нашей истории, болт — это молния. Но только если «лайтнинг» — это молния в смысле грозного атмосферного явления, то «лайтнинг» — это конкретно тот самый «зигзаг», который видит человеческий глаз. Но нет в русском языке такого термина. «Молния» — она и в «Тампе молния», и в «Африке молния». Кстати, филоспозита поддерживает моё негодование по данному поводу. Если бы я хотел назвать команду «болтс», я бы назвал её «болтс». «Болты» — это к «Франкенштейну». Так вот, переводя ту статью, я никак не мог придумать, как же мне это перевести. Обычно я переводил это как «молния», но конкретно в том пассаже речь шла про конкретного игрока, точно уже не вспомним про как кого. И на русском это как-то не звучало. «Молния» и «Мерек». На помощь пришла британская Dead Grinder группа «Болттровер». Вообще, это название переводится как «метатель молний», в нём подразумевается средневековье стенобитное оружие по типу арбалета. Но в отечественной музыкальной прессе это часто переводилось как «громовержец». И вот «громовержец» и «Мерек» — это уже звучало звонко и красиво на языке Толстого и Достоевского. С этого момента я в своих переводах статей Эрика Эрлсона, на тот момент хоккейного обозревателя газета «Тампа Трибьюна», сейчас ведущего независимый различных материалов и «Стампы», для российского фан-клуба «Молнии» и для «НХЛ.РУ» стал использовать этих «громовершев» для перевода «Болтс». А после стал употреблять этот термин и своих авторских материалов. А потом заметил, что вслед за мной его периодически стали употреблять и другие люди по отношению к игрокам моей любимой команды. На этом нарциссический отрезок номер один закончен. Вернёмся к драфту расширения. В следующем после «Озборна» братья Эспозита выбрали из центра Шейна Стивенсона из Бостона. Её опыт в «НХЛ» ограничивался 19 матчами, нулём голов и одной голевой передачей. Это ещё раз к вопросу о том, из пулу каких игроков «Тампа» и «Оттава» были вынуждены набирать свои первые составы. Наконец, последним выбором на всём драфте расширения стал игрок без всяких шуток легендарный. И он едва не пополнен список «Не забудем, не простим», о котором мы говорили в контексте голкипера Фредерика Шабо. Ему не хватило для этого всего каких-то 8-10 часов. Тим Хантер, легендарный, без преувеличения, полицейский «Тавгай Калгери», в чемпионском для флэм сезоне он наколотил 375 штрафных минут, о неголовках можно было подумать, лидируя по этому покажателям во всем «НХЛ». Будучи выбранным по 42-м номерам на драфте расширения из Квебека 18 июня, он был обменен 19 июня обратно в Квебек на более молодого коллегу по мордобойному цеху Мартина Симара и так называемые «будущие преимущества». «Будущие преимущества» — дословно это «future consideration», «будущее обсуждение». Это виртуальные договоренности между командами о том, что при обсуждении следующей сделки, та или иная страна получит преимущество — своего рода скидка на следующую покупку или бонусы на покупку, когда принято в некоторых магазинах. «Будущие преимущества» могут в итоге реализоваться в абсолютно различной форме. В качестве такого же обмена нужного игрока на встречные будущие преимущества, которые, сталкиваясь друг с другом, анагилируют. Или, например, обмен неравнозначных по своему уровню игроков один на один. Или даже обмен игрока на право подписать соглашение с генеральным менеджером. Мы познакомимся конкретно с этим вариантом использования будущих преимуществ в будущем по ходу этой книги. Обменом «Хантера» начался день 19 июня 1992 года. В этот день команды могли выбирать, а могли и не выбирать, и большинство клубов именно так и делали. Игроков из студенческих команд США и Канады, которые по различным причинам не могли быть выбраны на драфте новичков НХЛ, и при этом не могли быть подписаны в качестве свободных агентов. Чаще всего это был возраст. В момент выхода на драфт новичков хоккеист уже перерос, а до окончания соответствующего учебного заведения, после чего он мог заключать соглашение с любой командой на правах свободного агента, оставался еще год или два. Если такие хоккеисты представляли для клубов интерес, они могли выбрать их в рамках дополнительного драфта, закрепив свои права на них. В большинстве случаев игроки выбраны на дополнительном драфте НХЛ, если и попадали, то звездами не становились. Хотя были и исключения. Об одном из них, Джоне Каллине, мы будем говорить, когда придет свое время. А из тех имен, которые уже прозвучали, отмечем выбранного молнии на драфте расширения защитника Шено Чемберса. Он был выбран Миннесотой, северными звездами Миннесоты, под общим восьмым номером дополнительного драфта в 1987 году. В 1992 году Тони и Фил Эспазит остановили свой выбор на защитника из университета Альберта Кори Кросси. Кросс был выбран под общим первым номером дополнительного драфта. Правда, стоит отметить, что он стал первым из всего лишь восьми игроков, выбранных в тот день. И первым из двух, которые сыграли в НХЛ. Вторым был выбранный квейбэком голкипер Ричард Шульмистром. И единственным, кто провел в НХЛ больше двух матчей. Выбрав кроссом, Фил Эспазит начал готовиться к одному из центральных событий НХЛ-овского межсезонья – драфта новичков. Готовился он своеобразно, пытаясь обминать принадлежащий тампе первый номер драфта и кого-нибудь из выбранных на драфте решения игроков на хорошего вратаря. Цель он достиг условно. Безусловного первого номера в ворота молнии он получить не сумел, но в целом вратарскую бригаду укрепить ему удалось. В обмен на все те же будущие преимущества из Сент-Луиса был получен голкипер Патрик или просто Пэт Жаблонский. К этому пригодилась целая когорта ненужных бризменов-игроков, от которых они были рады избавиться. Таргай Дарин Кимбл, а также защитник Роб Робинсон, которому не всегда находилось место даже в фармклубе Сент-Луиса, а также участник одного из самых жутких эпизодов в истории мирового хоккея нападающий Стив Таттл. Именно его конек рассек тереную вену к голкиперу Баффало Клинту Малычуку. Кроме Жаблонский, из участников того обмена только Кимбл еще проведет какое-то количество матчей в НХЛ, в Чикаго. НХЛовские перспективы Таттла и Робинса, если и были, то в итоге так и не оправдались. В рамках третьего обмена 19 июня первым, напомню, был Тим Хантер. Испазита получил правого крайнего нападающего Дентона Коула из Виннипега. В обратном направлении проследовали все те же будущие преимущества. Даже совершив эти три сделки, Испазита продолжал попытки найти вратаря и предлагал всем желающим такой ценный актив, как первый номер драфта новичков, если верить ему самому. Поняв, что все его попытки безуспешны, 20 июня он вошел в Монреальский форум, планировал сделать свой первый в истории выбор тампа на драфте русским. И тогда бы это был первый русский игрок, выбранный на драфте под общим первым номером. Мне хотелось, чтобы под первым номером мы выбрали атакующего игрока, потому что была такая моя натура. Да и сам я был таким игроком. Я нацелился на Алексея Яшина из московского Динамо. Но все наши скауты настаивали, что нужно было выбрать Романа Хабрлика, защитника блиставшего в национальной сборной Чехословакии, вспоминает Фил. И вот в этом самом месте я хотел бы сделать выступление и указать на один интересный момент в отношении того, о чем я говорил в самом начале. О доверии Фила Испазита как историческому источнику. Приведенная выше цитата взята из книги Испазита «Гром и молния», которая вышла в свет в 2003 году. А спустя 10 лет, когда команда встречала свое 20-летие в 2013 году, Фил разродился с Тахей на официальном сайте, где написал следующее. На мой взгляд, Роман был лучшим новичком на драфте 1992 года, и он был защитником, как я и хотел. Был бы на моем месте вратарь, я бы выбрал вратаря, потому что считаю правильным так делать. Вы начинаете строить команду с сильного вратаря, затем защита, а потом переходите к нападающим. Таков был наш план, но нам пришлось поступать несколько иначе, поскольку у нас никогда не была возможности взять вратаря. Таким образом, если в отношении попыток получить хорошего вратаря Испазита более чем последовательно в своих рассказах про первые годы команды, то вот в отношении пары Хаммерлик-Яшин его цитаты прямо противоположны. То ли он хотел взять Яшина, но брата скаутской службы уговорили его выбрать Хаммерлика, то ли он с самого начала хотел брать Хармана. То ли Испазита хотел под первым номером взять атакующего игрока из-за своей натуры, то ли защитника, но поскольку вратаря не было, потому что он так считал правильным строить команду. Однозначный ответ на этот вопрос мы вряд ли уже узнаем. А вы были под первым номером в итоге все-таки Хаммерлика. Яшин ушел вторым в Атаву. Роман дебютировал во взрослой команде AC ZPS из города Злин. Стоит отметить, что команда очень часто меняла название и на момент написания этих строк называется PSG Бирани Злин. 16 лет забил два гола и сделал две передачи в 15 встречах. На следующий год на его счету 5 голов и 5 передач в 30 встречах на взрослую команду. На малоризмном чемпионате мира в 92 году 17-летний Хаммерлик забросил три шайбы в семи матчах. С Хаммерликом мы еще относительно часто встретимся на этих страницах. Следующим новобранцем Молнии стал также защитник, выступавший за команду из родного города братьев с Эспозита Су Сен-Морей. Под общим 26 номером во втором раунде был выбран Дрю Баннистер. Эспозита не раз подчеркала в своих воспоминаниях, что в первые годы существования Молнии ему помимо собственных хоккейных вопросов приходилось заниматься также вопросами маркетинга и продвижения новой команды. В связи с этим некоторые совершаемые действия были продиктованы именно этими соображениями – желанием привлечь общественное внимание к его детищу. Главный маркетинговый ход, заставивший изрядно погудеть всю лигу, да и не только ее, ему еще предстояло сделать, но на драфте 1992 года не обошлось бы попытки привлечения внимания, правда, имеющим под собой вполне хоккейные обстоятельства. Представьте себе третий раунд драфта. Общий 49-й выбор. На сцену поднимается Фил Эспозита и сообщает. Tampa Bay Lightning выбирает Грецки и после небольшой паузы уточняет. Брэнта Грецки из Бергл Буллс, хоккейная лига Онтарио. Не то, чтобы никто не ждал, что младшего брата величайшего хоккеиста в истории НХЛ выберут на драфте. Это как раз было предсказуемо, поскольку Брэнт в юниорах был вполне заслуживаемый этой чести хоккеистам. Просто это в любом случае было обречено на всплеск внимания команде, которая сделала бы этот выбор. Сложно сказать, что больше было в этом шаге – желание обратить на себя внимание или все-таки высокие оценки игровых качеств Грецки-младшего. Брэнт Грецки младше своего великого брата на 11 лет. Он родился 20 февраля 1971 года. Первый сезон в юниорах прошел для Брэнта в сезоне 1989-90-х годов, когда Уэйн один за одним штамповал рекорды НХЛ. В 66 встречах составили Берл Буллс. Грецкий младший отметился 47-ю, 15 плюс 32 очками. Извал репутацию неплохого форварда-обранительного плана. Слава брата ему, естественно, никто не пророчил. Тем более, что средний брат хоккейного семейства Кит, задрафтованный Баффало в третьем раунде 1985 года, никогда не поднимался выше третьего-четвертого звена клубов уровней интернациональной хоккейной лиги и американской хоккейной лиги. По окончании следующего сезона в компелке Брэнт оказалось уже 82 очка 26 голов 56 передач в тех же 66 матчах. Теперь уже кандидаты младшего брата великого стали размешать некоторые НХЛ-овские клубы, однако на драфте Брэнт так и не был выбран. Причина стала все та же больная мозоль хоккеистам с ростом ниже 180 см. Игравших в тот период слишком маленьким, слишком легким, будет проигрывать в силовой борьбе, бла-бла-бла и далее по тексту. Брэнт Грецкий и тот не считался образцом атлетизма, а его младший брат был на 6 см ниже и не обладал таким космическим талантом. Следующий сезон Грецкий младший начал в составе капитана Быков, став в результате вторым бомбардиром своего клуба вслед за Дерреном Маккарти, набрав 121 очко с 43 гола 78 передач в 62 поединках. Маккарти 127 очков, 55 голов 72 передач в 65 встречах. В результате оба форварда оказались на драфте 92-го с приличными характеристиками скаута, хотя выбор Грецкий предназвился в поздних раундах. Габариты к тому моменту не изменились, а по возрасту он был старше большинства из юниоров, выборовавшихся в том году. Так что выбор Эспозита был, с одной стороны, предиктован хоккейными качествами младшего брата величайшего хоккеиста в истории, а с другой стороны был сделан, чтобы привлечь дополнительное внимание к команде со стороны пишущей братья, которая уже на следующий год разразилась заголовками о том, что младший Грецкий выбран новым флоридским клубом. В четвертом раунде Эспозита взял универсального, как сейчас принято говорить, двухстороннего нападающего Аарона Гейви. На момент драфта Гейви не выделялся в юниорах ничем особенным, кроме клуба. Он набрал лишь 18 очков в 48 встречах, зато играл он все в тех же Грейнхаус из родного города братьев Эспозита Су Сен-Мори. Гейви предстоит привести в юниорах еще два сезона, в последнем с которых на его счету окажется служа 102 очка в 60 играх. В пятом раунде, когда дошло время до объявления общего 97-го номера, Эспозита задумался о необходимости обеспечения силовой поддержки. Левый крайний нападающий из команды Лейдбридж Херрикенс западной хоккейной лиги Брент Майерс в 53 играх набрал всего лишь 15 очков. Зато на его счету в этих матчах оказалось ни много ни мало 359 штрафных минут. Почти 7 минут штрафа в среднем за матч. Мне не удалось найти достоверной информации, но нельзя исключать, что юный Майерс дрался в каждой игре того юниорского сезона. Следующим стал фрактофон из главной юниорской хоккейной лиги Квебека, Мартин Тенгей. 122 общий выбор, шестой раунд, в целом был относительно успешным игроком в юниорском хоккее, но в конечном итоге профессионального хоккеиста из него не получилось. В седьмом раунде по 145 номерам был выбран первый голкипер. Им стал Дерек Уилкинсон, выступавший в хоккейной лиге Онтарио. Интересно другое. В девятом раунде по 204 номерам, через 59 человек после Уилкинсона, Тампа выбрала еще дважды в этот отрезок. Унипег Джетс выбрали вратаря воспитанника советской хоккейной школы Николая Хабибульна. Мы к нему еще вернемся в свое время. Сейчас просто отметим, на драфте Фил Эспозита выбрал в седьмом раунде Уилкинсона, хотя Хабибуллин не был выбран впрот до девятого раунда. Игроки, выбранные братьями Эспозита с 8 по 11 раунду драфта 92 года в истории клуба, кроме данного факта, никакого следа не оставили. Поэтому просто перечислим их имена. Левый крайний Денис Максвелл, восьмой раунд, 170-й общий номер. Защитник Эндрю Кемпер, девятый раунд, 193-й общий номер. Афроканадец, левый крайний нападающий Марк Тагзев, два сезона впоследствии провел в фарм-клубе Молнии, десятый раунд, 218-й общий номер. Центр-форвард и все того же юниорского клуба Сусен Мори, Том Макдональд, одиннадцатый раунд, 241-й общий номер. На этом первый в истории драфт-новичков команды был закончен. Эспозита начал готовиться к следующему этапу формирования состава команды – рынку свободных агентов, до начала которого оставалось чуть более одной недели. Чем занимался тренерский штаб в эти дни, сказать сложно. Можно ли предположить, что не загорал на флоридском солнышке, а изучал пул хоккеистов, становящихся 29 июня, тогда рынок открывался именно в этот день, свободными агентами, готовых со скидки на финансовые возможности команды и потенциальной заинтересованности идти в клуб, не сыгравший еще ни одной игры. В день открытия рынка Молния подписала контракт с четырьмя хоккеистами. Первый стал наиболее значимой, наиболее опытной и наиболее звездной в контексте сравнения с остальными свободными агентами, подписанными в том день, шведский форвард Микаэл Андерсон, проведший прошлый сезон в Хартфорде. Во взрослом хоккее Микаэл дебютировал в составе второй лиги чемпионата Швеции Кюнглев-Йоттеборг из Гетерберга, когда ему было всего лишь 14 лет. Через два года Микки перешел в клуб высшего дивизиона Вестра Фрейланда, где забил в первом же матче. Когда ему исполнилось 18, Микаэля признали лучшим юниором сезона в Швеции. А чуть ранее Андерсон на европейском юношеском первенстве ФРГ занял первую срочку в списке бомбардиров. 16 очков, 8 плюс 8. Там же его назвали лучшим форвардом Европы. На драфте 1989 года он был драфтован в первом раунде под общим 18 номером. Осенью того же года, в 18-летнем возрасте, Микаэл попал в тренировочный лагерь Баффало и неплохо зарекомендовал себя там. В следующем году он надел форму команды Манхайл и стал самым юным игроком из Швеции, дебютировавшим в Северной Америке. В первых четырех сезонах Баффало Андерсон провел всего 97 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 33 голевые передачи. Самым удачным в Сейберс оказался сезон 1987-88, в котором Микаэль набрал 26 очков в 37 матчах, 3 гола, 23 передачи. Однако он явно был способен на большее, что и продемонстрировал в фармклубе Рочерстер Американс, в команде, заметной по меркам Ахайл. Здесь Швед в 150 играх записал на свой счет 127 очков, 46 голов, 81 передачи. В 1987-88 Микаэль со своей командой победил в чемпионате Ахайл и клубе Колдора. Осенью 1989-го, после того, как он успел сыграть 56 матчей и набрать 51 очко, 18 плюс 33, в той же команде Ахайл руководство Баффало ударило по рукам с руководством Харфорда и Микаэль надел форму нового клуба. Сезон 1989-90 стал лучшим с начала выступления в Ахайл. 33 очка, 15 голов, 20 передач в 50 встречах, восьмое место среди самых результативных в Харфорде. В сезоне 1990-91 Микаэль играл 41 матч за Харфорд, но прицел у него сбился, всего лишь 11 очков, 4 плюс 7. Руководство отрегулировало немедленно. Шведы отправили в фармклуб Springfield Indians. В этой команде Андерсон вновь получил персень чемпиона Ахайл, став первым шведским хоккеистом, завоевавшим подобный титул дважды. Между прочим, в финальной серии Springfield побудил бывшую команду Андерсона, Рочестер, сейчас в серии 4-2. Микаэль был в центре внимания. В последнем матче, который Springfield выиграл 5-3, он забросил шайбу и сделал голевой пас, а всего в 18 встречах набрал 18 же очков, 10 плюс 8. Естественно, руководство Харфорда обратило внимание на успехи Микки и сделало соответствующие перестановки. Сезон 1991-92 Микаэль отыграл в Харфорде на отличном уровне. «Я никогда не видел Микки в такой прекрасной форме, как в последнем чемпионате», — сказал Матсон Дин, игравший тогда за Квебек. Всего на счету Микаэля в первенце 91-92 было 47 очков, 18 голов, 29 передач и абсолютно лучший покажет в клубе по системе плюс-минус, плюс 18. Тем не менее, нового контрата Ахитобоев он не получил и с легкостью согласился на предложение, поступившее из стана новой команды. Другими игроками, подписанными в день открытия свободных агентов, стали персонажи существенно менее заметные до этого и оставившие в итоге куда менее заметный след в истории Тампы. Из этих троих наиболее заметный склад предстояло сделать незадрафтовому защитнику из хоккейной лиги «Онтарио» Крису Липуми. В свои драфтовые годы Липума не заинтересовал никого из скаутских служб клубов «Анхайл» и в свои 21 имел право заключать соглашение с любой из заинтересовавшихся его услугами команды на правах свободного агента. Заинтересовались флоридцы. Абсолютно в такой же ситуации находился Ишон Риверс, также защитник, также 21 год, также никем не задрафтованный в предыдущие годы. Разница между ним и Липумой в том, что Крису удалось в течение нескольких лет считаться игроком уровня НХЛ, правда в весьма специфичном амплуатах Гая, а атакующий защитник Риверс ограничился лишь четырьмя матчами в лучшей хоккейной лиге мира. Наконец, третьим стал еще один защитник, Скотт Бостон, чья история, как под копирку, соответствовала историям Липумы и Риверса. Отсутствие интереса от команд НХЛ во все драфтовые годы и подписание контракта из Тампы в 21 год. Бостону, правда, так и не удалось дебютировать в НХЛ и провести там хотя бы один матч. Да и в ИХЛ, во-вторых, по значимости лигах Северной Америки, ему не удалось стать хоть какой-нибудь значимой фигурой. И основная его часть карьеры в итоге пришлась на лиге рангом ниже. Лигу Восточного побережья, ИЦХЛ, и еще более слабую лигу Западного побережья, ВЦХЛ. Следующего подписания пришлось ждать еще 10 дней. 9 июля новобранцем стал защитник Марк Бержевин. Сердце болельщика Монреаля в 2010-х на этих словах сжалось в болезненном спазме. На счету Бержевина к тому моменту уже было 8 сезонов Ван Хайл и 3 клуба. Чикаго, где он дебютировал, Нью-Йорк Айлендерс и Хартфорд, где он относительно успешно, 7 голов и 17 передач вместе в 5 встречах, провел сезон 1991-92. На следующий день Эспозита подписал еще двух ранее не задрафтованных 21-летних свободных агентов из главной юниорской лиги Кребека. Защитника Кристиана Кэмпо и правого, крайнего Жана Буэна. Оба не оставили следов ни в истории Тампы, если не считать игры за фан-клуб, ни в истории НХЛ. Зато следующее подписание последующего 13 июля оказалось крайне значимым в контексте истории команды, создаваемой братьями Эспозита. Во всяком случае, имя Роба Замунера, мы с вами на страницах этой истории встретим еще не единожды. На тот момент на счету Робу было два сезона в системе Нью-Йорк Рэнджерс, почти полностью прошедшихся на фарм-клуб в Бинхемстоне. На Бродвее Замунер провел лишь 9 игр, забил один гол, сделал две голевые передачи. Первую передачу в дебютной игре. Несмотря на статус свободного агента, формально считался еще новичком. Одновременно с Замунером был подписан контракт с очередным незадрафтованным 20-летним защитником Джеффом Бушананом. Ему предстоит пробиться в НХЛ только в сезоне 98-99. Проведет 6 игр за Колорадо, после чего на радостях от совершившейся мечты он завершит карьеру профессионального хоккеиста и станет актером. 21 июля подпись по контрактам ставит нападающий Крис Контас. Здесь в книге достаточно большой рассказ про карьеру Криса Контаса. Я его читать сейчас не буду, я лучше потом, не знаю когда, но потом сделаю большое видео и расскажу про Криса Контаса, про его карьеру, потому что это достаточно интересный игрок, как в истории Тампа, в принципе был ранней истории Тампа, так и вообще в принципе в истории НХЛ. Поэтому вот эту вот часть я не буду читать, я ее пропущу, а потом сделаю отдельное видео про Криса Контаса. В период с 29 июня до начала августа братья Эспозита подписывают еще ряд игроков, которые имели определенный НХЛовский опыт, а один из них был уже настоящей легендой интернациональной хоккейной лиги. По завершению существования он навечно останется самым результативным игроком в ее истории. Это был младший брат известного в прошлом хоккеиста Дрю Кэландера, Джок, именно Джок, а не Джек, Каландер. Не будучи задрафтованным, Джок провел 109 матчей в НХЛ в составе Писбурга и Тампа. Мы забегаем вперед, но это не столь принципиально, поскольку речь идет всего лишь о 8 играх за Тампом. Зато в составе Мушригана и Кливленда в ИХЛ установил все возможные рекорды лиги, набрав 1383 очка. Каландер дебютил в юниорском хоккее незаметно, проведя за Реджино 19 игр, где отметился лишь пятью очками, три гола, две передачи. Но в следующих двух сезонах западная хоккейная лига познакомилась с другим Каландером. 146 голов и 343 передачи за два года и титул лучшего бомбардира WHL в сезоне 1981-1982 года. Несмотря на это, Джок так и не был выбран на драфте, подписав контракт с Сент-Луисом на правах свободного агента. За Блюзменов он так и не сыграл, начав свою историческую для ИХЛ карьеру в Толедо Голдиггерс, где провел, правда, лишь два матча, не набрав ни очка. Следующие четыре сезона уже в Мушригане Каландерс провел на одном дыхании, трижды подряд становясь лучшим бомбардиром. В 1987 году руководство Мушкигена договорилось о сотрудничестве с Питтсбургом, и лучший игрок команды подписал свой второй контракт с командой НХЛ. В том же году он дебютировал в НХЛ, набрав солидные 27 очков в 41 встречи. Несмотря на успехи, руководство пингвинов предпочло использовать Каландера в качестве наставника для молодежи в фармклубе и лидера этого самого фармклуба. В 1992 году, проведя весь регулярный сезон в Мушригоне, Каландер был вызван основной командой перед плей-офф и вместе с пингвинами, стал двухкратным обладателем Кубка Стэнли. Другими подписантами стали центрофорвар Джейсон Луфренье, игравший ранее в Фибеке и Нью-Йорк Рейнджерс, правда преимущественно за их фармклубы, бывший защитник Бостона Стефан Жан Жиль Рише, поскольку одновременно с ним и потом и в Тампе играл нападающий Стефан Жозеф Жан Рише, и у этих двух игроков совпадали даже инициалы. Я буду вынужден называть их по полному имени. И бывший вратарь системы Эдмонтона, справедший две неполные игры за нефтяников, Майк Гринли. 5 августа был подписан контракт с нападающим Джоном Такером. С 1983 по 1989 год он был основным игроком Баффало, долгое время являясь центрофорвардом первого звена и основным подносчиком снарядов главной звезды Сейбра с того периода, Дэйву Андричуку. Будет время, и он станет едва ли не центральным персонажем нашей истории. Но потом что-то пошло не так. Тренеры перевели его на правый фланг в надежде создать ударную суперсвязку Андричу слева, Такер справа и в центре первый номер драфта 1987 года Пьер Торжон. В итоге карьера Такера прекратилась вертикально вниз. Сначала он потерял место в первом звене, потом в основном составе, оставаясь в запасе, а затем и в команде. Он был обменен в Вашингтон. В Вашингтоне так же не задалось. И сезон 1990-91 он опять начинал в Баффало. Но опять был обменен, на этот раз в Нью-Йорк-Айлендерс, где тоже успеха не снискал. Летом 1991 года, не получив никаких предложений в НХЛ, отправился на сезон в Италию. Разумеется, там игроку высокого уровня, коим он продолжал оставаться, развиваться было некуда. 37 очков, 16 голов, 21 голевая передача всего лишь в 18 играх. Поэтому летом 1992 года он продолжил искать варианты возвращения в НХЛ. Но за полтора месяца работы рынка свободных агентов единственное предложение поступило только от Тампы. И он на него согласился. Из оставшихся подписантов стоит отметить, пожалуй, что Стэну Друлью, очередного карапуза, 177 см роста, дорогой которого в профессиональный хоккей была тяжелая тернистность, несмотря на определенный талант, которым обладал этот нападающий. Габариты, напомню еще раз, в те годы были едва лининградным показателем, по которым осуществлялся естественный отбор. Стэн Друлья провел 5 сезонов хоккейной лиги Антарио, начиная с сезона 1984-1985 и до сезона 1988-1989. Он начинал свою карьеру в команде Белли Уилл Буллс, где отыграл 2 года, включая сезон, в котором он забросил 43 шайбы. Сезону 1986-1987 Стэн перешел в клуб Хамильтон Стилхокс. Спустя 2 года в Хамильтоне Друлья вместе с командой переехал в Ниагару, где команда стала наименоваться Зандером. Для тех, кто не знает английского, это гром, что как бы намекает. В сезоне 1987-1988 Сталиной Ястреб Друлья стал шестым бомбардиром ОХЛ, набрав 121 очко 52 гола и 69 передач. Годом позже, в своем последнем сезоне в юниорском хоккее, он завершил сезон вторым бомбардиром лиги после одноклубника Брайана Фогарти. Те же 52 гола и 93 передачи дали в сумме 145 очков. В 17 матчах полов того сезона Друлья набрал 37 очков, и его клуб дошел до финала Кубка Робертсона, где Прада проиграла Питера Брук-Эдс в шести матчах. В том же году Стэн был награжден мемориальным трофеем Лео Лалонда в качестве лучшего игрока ОХЛ старшего возраста, а также мемориальным трофеем Джину Махалуна в качестве наиболее результативного правого крайнего нападающего. Один год он отыграл за фармклуб, задорфтовавших его педвинов из ЕСИХЛ, единственный сезон, который он провел в этой лиге. В сезоне 90-91 он набрал 140 очков во всего лишь 63 встречах за Ксеноксвилл Чекерс, став в итоге самым ценным игроком Лиги Восточного Побережья. Его результат в том сезоне до сих пор является четвертым в истории Лиги Восточного Побережья. В следующем году, подписав в качестве свободного агента Контрант с Эдмонтоном, Друлья забил 49 голов и сделал 53 голевые передачи, 102 очка, в составе фармклуба «Нефтяника» в американской хоккейной лиге. Его результат стал третьим в ХЛ в том сезоне. Но Лидмонтон это не убедило, и они не стали подписывать с ним новый НХЛ-вский контракт. За них это сделал экспозитор 1 сентября 1992 года. Помимо Друлья и контракта с «Молнией» подписал левый крайний Марк Грин, 0 матчей в НХЛ за всю предыдущую и последующую карьеру. Голкипер Дэвид Литман, 2 матча за Баффало, по одному в сезонах 90-91 и 91-92. Защитник Рик Ланс, пытавшийся спасти карьеру, которая катилась под откос. Отдельного упоминания стоит подписавший контракт 21 августа защитник Джим Беннинг. Отдельного по двум причинам. Во-первых, на момент написания этих строк Джим Беннинг трудился генеральным менеджером Ванкувера, что само по себе достаточно заметная позиция в НХЛ. Книга писалась в 2018 году, когда Джим Беннинг был генменеджером Ванкувера. Сейчас где Джим Беннинг я уже даже точно не вспомню. А во-вторых, по результатам тренировочного лагеря в ососной состав «Молнии», он не сумел пробиться, но вместо того, чтобы отправляться в фан-клуб, объявил об окончании карьеры игрока, став таким образом первым игроком «Молнии», завершившим свою профессиональную игровую карьеру в хоккеиста в этом клубе, не проведя, правда, ни единого матча. Но это уже второй вопрос. И на этой оптимистической ноте мы сделаем переход к первому в истории тренировочному лагерю, ровно как и в следующей главе нашего повествования. На этом глава третья книги «Верим в Тампу», полная история «Тампа Белайзинг» завершена. Ставьте, пожалуйста, лайк, ставьте лайк книги, ставьте лайк мне за то, что я ее рассказал. Будет еще много, я прочитаю, надеюсь, всю книгу. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вас уведомило о том, когда будет следующая глава книги опубликована. Ну и спасибо большое за просмотр, прослушивание и «Верим в Тампу». Спасибо за просмотр!